Братва, всем привет! Решил возобновить такие мои редкие обзоры. Кто ждет видео по жиге, видео по жиге будет позже, наверное. Не знаю. Так, ну а сегодня у нас динамики. Чисто интерес... Интерес к этому динамику чисто из-за его цены. Цена на данный динамик на официальном сайте 2300. На Laud Sound я посмотрел 2500. И в принципе для среднечастотных динамиков для них конкурентов нету в такой ценовой категории. Динамики у нас сегодня это HE810 PRO. HE от компании MOMO. Отличные динамики, как я считаю, за отличную стоимость. По качеству тоже скажу. Динамики порадовали более-менее. Как указывает производитель, американская катушка. Но это, походу, уже теперь все указывают. Но давайте перейдем, посмотрим сам динамик. Типоразмер динамика 20-й. 8 дюймов. Вес динамика неплохой. Качество сборки хорошее. Ну, как обычно у нас двухволновой подвес треугольной формы. Вот эта микушка такая интересная. Жесткая. Бумажный диффузор. Катушка полтора дюйма. И вот такая вот магнитная система здоровая. Чем-то похожая на динамики М80 первой версии. Которые у меня есть в наличии. Не в наличии, в смысле, а у меня мои есть. Так, и что интересно, первый раз вижу отверстие охлаждения в корзине. Корзина штампованная. Ну, такая ну, мягковата. Ну, в принципе, для динамика потянет. Здесь отверстие, но это не охлаждение катушки. Точно я сказать не могу, что это. Хотя полтора дюйма возможно это охлаждение катушки. Точно утверждать не могу. Судя по колпаку, скорее всего, это охлаждение катушки сделано с четырьмя отверстиями в керне. Магнитопроводы небольшие. Ну, и в принципе, все, что ну, подводяжки не вшитые лопатки. Минусовая лопатка маленькая. Не очень мне это нравится. Ну, лично мне не знаю, кому как. Ну, и все. По динамику больше ничего не могу сверхъестественного сказать. Стучит, как барабан. Надеюсь, играет так же. Ну, давайте быстро по заявке и перейдем непосредственно к замерам. Все-таки у меня куплен датчик АЧХ, я его так и не пользую толком. Так. По коробке размер 20-й, средночастотник, 150 номиналочка, диффузор целлюлозный, то есть бумажный, и звуковая катушка 35,5 мм. Ну, это, скорее всего, полтора дюйма, потому что у нас дюйм 2,6, по-моему. Чуйка у него 95 неплохая, и сопротивление 4 Ома, диапазон от 100 до 10 тысяч. Ну, как обычно заявляют. Вот, в принципе, стандартный среднечастотный динамик с обычными заявками, надеюсь, с честными заявками. Тут вот я не могу понять, он приклеен, керн приклеен к корзине еще дополнительно, точками, или это сварка, вроде клей. Не знаю, что это, если и клей, то клей очень хороший, то есть, чтобы корзина не отвалилась. В чем плюс? В том, что вот через эти вентиляционные отверстия катушки можно посмотреть катушку. Это очень большая редкость, я скажу, для динамиков среднечастотников, чтобы можно было посмотреть состояние звуковой катушки. Это круто. Так, ладно, не буду долго томить, переходим к просушиванию. Ну что, погнали, друзья, замер. Замер будет производиться на свептоне. Что такое свептон? это последовательное воспроизведение каждой частоты, дабы на рта-метре наилучше увидеть очага данного динамика. Я уже сделал пробный тест. Ну, короче, сами все увидите. Так, сейчас я включаю свептон, и когда голос проговорит, я запущу, получается, уже сам рта-метр. По значениям сразу объясню, что в рта-метре очень много настроек, то есть можно сделать какие-то безумные безумные результаты, то есть в данном случае настройка будет минимальная частота это 100 Гц, максимальная частота до 10 кГц будет мерить, времени не будет установлено на свептон, то есть свептон проиграет и остановится замер. Так, и все это будет измеряться по средней амплитуде. Что значит средняя амплитуда? это среднее значение всех частот по децибелам, то есть если будет результат, например, 100 децибел, это значит практически все частоты воспроизводятся в 100 децибел, ну примерно так. Так, замер идет от 100 до 10 тысяч, потому что заявка такая, усилитель, напоминаю еще раз, спрай до, вольтаж 13,2 и гейн на усилителе на 3 часа мостом в 4 ома примерно, ну там по заявке 200 ватт в 4 ома. Так, не забываем про рост сопротивления и следующее, когда буду включать музыку, также с замером, датчик находится метр от динамика, на уровне динамика, то, что это вы не видите, это уж извиняюсь, не позволяет мне пока моя домашняя студия, так, ну и все, динамик играет, на мой взгляд, очень громко, для 20-ки за 2500, за 2300 даже. Так, ну ладно, что, меньше базара, погнали. А, еще извиняюсь, перебью, все АЧХ всех динамиков, которые я буду тестировать, я буду выкладывать у себя в группе, то есть вы сможете зайти и посмотреть, какой динамик как играет, ну так примерно, чтобы понимать. и также объем, блин, объем сейчас не скажу, какой я не мерил. Ну, короче, такой обычный коробок, литров, ну, меньше 10, литров 5, наверное, 6, то есть в обшивках может все играть по-другому. Так, ну ладно, погнали. 20 килоhertz to 20 hertz. 20 килоhertz holdingстов, по-другому. так стоп замер сейчас отключу телефон ничего не бахало дико извиняюсь что так получилось так ладно это видео мы не будем так вот программа ну давайте по программе покажу только что объяснял конечно все это но она еще раз так оставлю то как замерял то что все рассказывал расскажу теперь только про очка ну вот видно провал здесь то есть с 1000 1400 до двух килогерц большой провал яма и дальше неплохой результат практически все ровно очка здесь примерно тоже небольшой горб и вот здесь вот в принципе сами разберетесь я сделаю скриншоты результат на свептоне 112 8 то есть это максимально что можно выжать с этого динамика это ним не музыкальный результат не надо путать это средняя и бешеная пиковая скорее всего до бешеная пиковая это 9 на на 3 775 такой вот большой пик получился так ну чего давайте музыку послушаем сейчас я надеюсь на хотя сейчас прямо с экрана тогда также включу пока у меня нет программы на поискать ему хорошую программу экранку чтобы записывать чтобы не было такой у такого жесткого косяка при записи просто непонятно хотя дальше начало записывать нормально не знаю почему но вначале просто полная дичь просто какая-то свитомузыка она первый блинком ничего страшного для для замера возьмем песню миша эмо которую миша эмо играет женским вокалом неплохая песня сейчас включу максимум так замер будет длиться 30 секунд все данные все те же все настройки включил подключил эти приборы для замера пиковой мощности то есть посмотрим максимальный результат и максимальную мощность датчик на расстоянии метра и все поехали усилок в шишку ну то есть на три часа так включаем замер не с этого момента запись идет поехали еще раз так сразу еще хочу оговориться как уже говорил что при желании можно сделать космический результат здесь результат такой потому что диапазон воспроизводимых частот стоит всего до 10 килогерц если бы стояла вся вся ширина в из произведения то есть от 80 до 20 тысяч что результат был намного меньше так ну а на давайте сейчас я все отключу так почитаем результат мощности пиковой у нас 25 на 7 25 и 7 на 367 умножить на 367 получается 94 ватт в пике влетела у него на просушивание в данный момент при этом результат у нас средний от 100 до 10к это у нас 101 и 1 ой 101 и 3 пик у нас на 1300 принципе такой тест то что я хотел показать кому интересно ставим лайки буду продолжать сниму другие динамики все все замеры будут идентичные то есть чтобы не было разбегов усилитель останется тот же может питание чуть выше будет но при пиковом значении будем снимать пиковую мощность то есть у него на музыке на данном треке 100 101 децибел среднего это средний у нас пиковый у нас 115 вообще а так вот 115 до 1300 на среднюю у нас получается 101 по всем а а а а а а и а а а и Субтитры сделал DimaTorzok Вот на чём бы хотелось закончить видео Это, так скажем, высказать своё мнение Лично по мне не хватает мужского голоса То есть это, видимо, за счёт этого провала А так, вот именно чуть ниже 100 и чуть выше 100 играет отлично динамик То есть неплохой у него панч Высоковато играет Даже где-то слышится цыканье Так как у меня было распущено в полную полосу То есть снизу было подрезано до 100 Ну от 100 И во всю полосу дальше было опущено Поэтому, возможно, из-за этого Так, динамики отличные За их стоимость с 2000 Ой, извиняюсь, с 2300 за пару Динамики показывают себя отлично Лично от себя рекомендую такие динамики Мне понравились Ладно, всем, кому понравилось видео Если считаете, что стоит продолжать Ну, немножко доработать Со съёмкой с экрана То ставьте лайк Пишите, какие динамики хотели бы услышать Возможно, у меня появится возможность их взять Да, ещё тут проклеено так Что дырочки немножко смещены Ну, в принципе, саморез влезет И также будет видно, что динамик устанавливался Устанавливался или нет Почти попали Почти попали Ладно, это я уже придираюсь Ладно, всем удачи Громкого автозвука вам Всё, пока